Меня зовут Рик Реннер. Сегодня я нахожусь в Москве у Новодевичьего монастыря. Он прекрасен. Величественное строение стало архитектурным шедевром, который сохранился в неизменном состоянии 17 века. В 1922 году коммунистическая власть отняла монастырь у церкви, но в 1994 году сюда вернулись монахини, и он вновь стал местом учения и молитвы. За этими стенами много молятся. Никто из нас не станет жить в монастыре. Я сомневаюсь, что вы бы захотели поселиться внутри монастыря. Но это не значит, что вы не можете молиться. Молитва может звучать в вашем доме, в вашей машине, на кухне. Вы можете молиться во время пешей прогулки. Молитва может стать неотъемлемой частью жизни, независимо от того, где вы находитесь. В Новом Завете мы читаем, что первые христиане очень любили молитву. У них была страсть к молитве. Они молились в одиночку, с друзьями, в группах. Потому что видели, как проявляется Божья сила. И я знаю, что вы хотите видеть эту силу в своей жизни. И для этого вам нужна страстная любовь к молитве. И именно об этом я хочу поговорить с вами сегодня. Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реммером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Как я сказал в вступительной части, сегодня мы будем говорить о молитве. Сквозной темой наших передач являются качества, которые нужны человеку, чтобы быть сильным, утвержденным и зрелым верующим. Я знаю, что вы хотите быть таким христианином. Я, разумеется, тоже. Поэтому я начал размышлять, какими качествами я должен обладать, чтобы стать таким. И я обнаружил 10 основных составляющих, которые позволят Церкви и каждому верующему, в частности, быть сильными. Эти 10 качеств, которые нужны и вам, несомненно, вы спасены по благодати Божией. Но вы также должны и оставаться сильным верующим во все дни своей жизни. Вот почему эти 10 качеств необходимы. Я уже говорил, что они как ингредиенты для приготовления пирога. Вы должны добавить разрыхлитель, соду, яйца, сахар. И после пирог можно украсить. И если вы что-то упустите, будет провал. А кому нравится фиаско? Поэтому нужно строго следовать рецепту и смешать все ингредиенты. Яйца, связующий элемент. Сахар придаёт сладкий вкус. Разрыхлители соды помогают тесту подняться, а глазурь придаёт глянец. Жизнь христианина очень похожа на этот процесс. Поэтому я предлагаю вам скачать бесплатно цикл аудиопрограмм, который называется «10 принципов сильного верующего». На основе этих передач. Есть учебное пособие, где подробный разбор греческих слов, анализ текстов, которые написаны на иврите. Здесь все тезисы, принципы, библейские стихи, абсолютно всё, что вы вместе с нами прошли во время этих программ. О 10 качествах сильного верующего. Его можно изучать лично, с другом, в домашней группе. Какие 10 качеств делают вас сильным верующим? Важный вопрос. Для приготовления пирога вам понадобятся конкретные базовые ингредиенты. Если одного не будет, работа пойдёт прахом. Подобным образом требуются 10 духовных составляющих, чтобы ваша жизнь была сильной и стабильной. А что это за компоненты? И в этой серии рассказывается о 10 важных составляющих, которые необходимы, чтобы вы стали сильным христианином. Каким вас задумал Бог? Это очень полезный материал с практической точки зрения. Не знаю, как вы, а мне очень нравится это учение. Вам нужен полный комплект, включая предлагаемое учебное пособие. Также предлагаем подписаться на мои ежедневные видеоободрения. Полторы минуты из драгоценных истин на каждый день, способные изменить вашу жизнь. Я делюсь драгоценными истинами из греческого языка. Зачитываю из своих книг результаты исследования более тысячи слов. Это поможет вам глубже понимать Божье Слово. Эти видео можно смотреть каждый день. Они короткие, и в них простым, понятным языком объясняется значение более тысячи греческих слов из Нового Завета. И я прочитаю отзыв хорошего друга моего служения, Мэрилен Хикке. В «Драгоценных истинах» Рик излагает свои мысли именно так, как я люблю. Практические советы и откровения, которые изменяют жизнь. Это скрупулезное изучение греческого текста Нового Завета. Очень значимый материал и настоящее сокровище. Меня очень благословили эти слова. Я с большим уважением отношусь к Мэрилен. Подпишитесь на бесплатную рассылку драгоценных истин из греческого языка на нашем сайте. А сегодня мы продолжим говорить о качествах, которыми вы должны обладать, чтобы всегда оставаться сильным, стабильным и зрелым верующим. Как для приготовления пирога вам понадобятся конкретные базовые ингредиенты, так и для того, чтобы стать сильным, утвержденным и зрелым верующим, нужны конкретные качества. Мы уже рассмотрели первую составляющую — страсть к спасению душ. Вторым компонентом является любовь к Слову Божьему. Третий шаг — жажда Святого Духа. Жажда пережить Его сверхъестественное действие. Четвертый — иметь сердце поклонника. А сегодня мы поговорим о пятом шаге — любовь к молитве. Страстная любовь к молитве. Молитва — важный компонент. И сегодня нам нужно многое успеть. Поэтому давайте двигаться быстро. Возьмите Библию и приготовьтесь конспектировать. Мы начнем с книги Деяний 2.42. Во второй главе описывается, как зародилась первая церковь. И вот что в Библии говорится о самом начале становления церкви. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Фраза «постоянно пребывать» на языке оригинала означает «упорно продолжать делать что-либо». Сосредоточенность, усердие, прилежность, постоянно прилагать усилия, а также передает смысл сильной привязанности к чему-то. Поэтому, верующие постоянно пребывали, эти слова могут означать, они упорно продолжали это делать. Эти слова могут означать, что верующие, сосредоточенно и ответственно, совершали духовный труд, проявляли верность, усердие, постоянно прилагали старания. Можно сказать, что они проявили верность в учении апостолов, общении, преломлении хлеба и молитве. Их любовь к молитве была настолько сильной, что они испытывали сильнейшую потребность в ней. И сегодня мы досконально разберем понятие молитвы. Помните, апостолы научились всему у Иисуса. Они видели, как Иисус молится. Они были его учениками, по-гречески «матхетос». Это термин, который означает «учащегося», который полностью подчинился власти и авторитету наставника. Задача ученика — получить от учителя все, что можно. И повторить в точности все, что делает наставник. За три года, проведенных с Иисусом, апостолы научились всему, что делал Иисус. Они смотрели на Него, следовали Его примеру, проповедовали, как Он, молились, как Он, исцеляли, как Он, изгоняли бесов, как Он, и как Он они применяли в своей жизни все, что делал Иисус. Апостолы любили молиться. И они научились этому у самого Иисуса. Это страстное желание молиться. И когда была образована Первая Церковь, они передали эту любовь к молитве Церкви. И следует помнить, что в книге Еремии, 33 глава, 3 стих, а там чудесный стих, Бог говорит «Воззови ко Мне, и Я отвечу тебе. Покажу тебе великое недоступное, чего ты не знаешь». Это один из самых первых библейских стихов, которые я выучил наизусть, когда был ребенком. «Воззови ко Мне, воззови ко Мне, велит Бог». И Он всегда говорил своему народу «Молитесь, взывайте ко Мне». «Если вы воззовете ко Мне, Я покажу вам великие недоступные вещи, которые вам никогда не приходили на ум». Читая книгу Деяний, мы узнаем, что первые верующие регулярно молились, как Он и повелел в Еремии 33, 3. Давайте посмотрим, что об этом написано в книге Деяний. В Деяниях, 1 главе, 13 стихе говорится. «Ученики собрались на молитву в горнице и совершали там молитвенные собрания в течение 10 дней. Они оставались там 10 дней и посвятили все время молитве. Результатом стал день Пятидесятницы. Деяния, 2 глава, 1 стих. Они собрались на молитву в день Пятидесятницы, когда пришла сила Святого Духа. 3 глава, 1 стих. Петр и Иоанн направлялись в храм в час молитвы. Они шли на молитву, когда один хромой у ворот, называемый красными, был исцелен чудесным образом. Это произошло во время молитвы. Деяния, 4 глава, 24 по 31 стих. Мне очень нравится. Здесь речь о том, как верующие собрались в доме, стали молиться, и сила Божья наполнила то место, и поколебался в весь дом, где они находились. И это произошло во время молитвы, когда верующие взывали к Богу. Молитва важна. Деяния, 8 глава, 15 по 17 стих. Когда христиане собрались на молитву, самаряне получили крещение Святым Духом, и это тоже произошло во время молитвы. Деяния, 9 глава, 10 стих. Анания молился, и Бог проговорил к нему. Бог будет говорить с вами, если вы воззовете к нему. Проводите время в молитве, и вы начнете слышать Божий голос. И это испытал Анания в Деяниях, 9-10. Бог ответил ему во время молитвы в его собственном доме, и велел ему помолиться за Савла Тарсянина. Деяния, 10 глава, 2-3 стих. Здесь сказано, что Бог обратился к Корнилию. Корнилий не был христианином, он был римлянином, язычником, но он молился. Этот человек молился и постоянно делал пожертвования. Во время молитвы ему явился ангел и сообщил, что скоро к нему придет Петр. Деяние, 12-2. Петр находился в темнице. Верующие собрались в доме матери Иоанна Марка. Она была сестрой Варнавы. Это происходило в Иерусалиме. И, возможно, в той же горнице, где Иисус провел тайную вечерю с учениками. Возможно, в той самой горнице, где на верующих сошел Святой Дух в день Пятидесятницы. И есть вероятность, что все это происходило в одном и том же месте. В Деяниях, 12-2 сказано, что верующие собрались там. И что они делали? Они молились. И во время их молитвы Бог ответил. И Петр сверхъестественным образом был освобожден из темницы. Все это произошло в результате молитвы. «Когда люди взывали к Богу». Деяния 13-2. «Когда старейшины церкви собрались для поста и молитвы». Библия подчеркивает, что они молились, взывали к Богу. «И Бог пророчески сказал им и указал на Варнаву и Савву во время молитвы, и велел отделить их для апостольского служения». «Деяния 16-25». Этот стих мы читали в прошлой программе, но его стоит еще раз рассмотреть. Павел и Сила молились, пели песни, когда внезапное землетрясение поколебало темницу, где они находились. В результате никто не погиб, открылись двери, и узники смогли выйти на свободу. Это было сверхъестественное явление локального характера. Оно поколебало только одно здание в целом городе, и это был ответ на молитву. Это в Деяниях 16-25. Во всех этих примерах мы видим, как верующие молились, молились и молились. «Они выполняли то, о чем говорится в книге Еремии 33-3. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое недоступное, чего ты не знаешь». Они взывали, и Бог наполнял своим присутствием все вокруг и являл им свою силу. Понимаете ли вы, насколько важен этот ингредиент? Страстное отношение к молитве, любовь, готовность молиться. Теперь вернемся к книге Деяний 2-42. В этом стихе есть один важный момент, о котором мы еще не поговорили. Деяний 2-42. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах». Мы уже разобрали это слово «сочетание», «постоянно пребывать». По-гречески «proskortoreo», которое означает «упорно продолжать делать что-либо». «Сосредоточенно», «усердно», «прилежно», «постоянно прилагая старания». «А также передает смысл привязанности к чему-то». «А вы любите молиться?» «Вы прикладываете все старания?» «Вы молитесь непрестанно?» Что такое молитва? Обратите особое внимание. Ведь в этом слове столько откровений. Молитва — это перевод греческого слова «prosyuki», которое состоит из двух слов. «Pros» означает «быть очень близко лицом к лицу». «Yuhi» означает «посвященный», «желание», «стремление». Эти два слова вместе означают «непосредственный личный контакт». Итак, молитва — это очень близкий личный контакт. Оно также означает «подойти очень близко», чтобы выразить пожелание, потребность, мольбу или посвящение. Этим словом пользовались, чтобы описать того, кто посвящал себя Богу. Того, кто посвящал Богу что-то очень ценное, когда Бог отвечал на молитву. И чуть позже я приведу пример. Это слово описывает человека, который отчаянно хочет получить ответ на молитву. Хочет настолько сильно, что готов отказываться от всего, что имеет. Поэтому слово «молитва» также означает «самон». Самоотречение. Мы обещаем Богу, Боже, если ты ответишь на мою молитву, я отдам тебе все, все, что есть, если ты ответишь. И лучший пример, как я думаю, мы находим в первой главе первой книги царств, где рассказывается о женщине по имени Анна, которая стала матерью пророка Самуила. Она сначала была бесплодна, но год за годом молила Бога дать ей ребенка, и однажды она пришла к жертвеннику и сказала, «Боже, я так хочу иметь ребенка». И вот, прекрасный пример того, что означает греческое слово «просхюки» — «молитва, подойти очень близко, выразить свое желание, дать обещание, отдать что-то в благодарность за ответ. Бог, вот что я отдам тебе, если ты ответишь. Уступить в чем-то». Анна пришла к жертвеннику и сказала, «Боже, я так хочу иметь ребенка. Если ты дашь мне ребенка, я отдам его тебе, он будет твоим». Когда Анна приняла решение отдать, Бог ответил на молитву. Бог ждал, когда Анна придет к жертвеннику с самоотречением, чтобы отдать Богу все. И, быть может, Бог ожидает, когда вы придете к Нему с готовностью отдаться Ему, уступить. И, возможно, вам нужно пообещать что-то в обмен на ответ от Бога. Таков смысл, заложенный в слове «просюки», которое, кстати, чаще всего используется для обозначения молитвы в Новом Завете. Именно этим словом чаще всего называют молитву. Греческое слово «просюки», которое означает молитву жертвенника, обещание что-то отдать. И если мы готовы отдать обещанное, то Бог ответит на нашу молитву. Таково значение слова «просюки», которое мы встречаем в Деяниях 2.42, где сказано, что верующие любили молиться, с радостью приходили к жертвеннику, посвящали Богу свою жизнь, говоря, «Боже, мы отдаем Тебе все, дай нам свою силу». Это был своего рода обмен, и это прекрасно. В Послании к Колоссянам 4.2 звучит повеление быть постоянным в молитве. Причем здесь использовано то же самое слово «постоянный», что и во фразе «постоянно пребывать» из Деяния 2.42. Оно означает «быть сильно к чему-то привязанным». В Послании к Колоссянам 4.2 сказано, «Будьте постоянны в молитве». Имейте потребность в молитве, и я прочитаю из своих заметок. Слово «постоянный» описывает вид молитвы, который никогда не сдается, когда человек настолько сильно чего-то желает, что молится за это настойчиво, очень настойчиво. Это слово описывает сильную, непоколебимую, основательную молитву, говорит о серьезном отношении к молитве. Вы спросите, а как часто нужно молиться? Очень хороший вопрос. Поскольку мы говорим о молитве, мы должны дать на него ответ. А ответ – в Послании к Ефесянам 6.18, где апостол Павел говорит, что мы должны молиться «всякую молитву», «во всякое время». «Во всякое время» по-гречески «enpanthikairo», и она означает «всегда, в любое время, при каждой возможности». Развернутый перевод повеления Павла может быть таким. «Молитесь всегда, в любое время, и всякий раз, когда у вас появляется возможность помолиться». Интересно, правда? Слово «всякий» во фразе «всякую молитву», по-гречески «pases», означает, что мы должны практиковать различные молитвы, всевозможные молитвы, молитвы разных видов. И объединив все эти значения, получаем следующий перевод в послании к Ефесянам 6.18. «Молясь всегда, в любое время, и всякий раз, когда у вас появляется такая возможность любой возможной молитвой». Позвольте прочитать этот стих в пояснительной интерпретации Рика Реннера еще раз. «Молясь всегда, в любое время, и всякий раз, когда у вас появляется такая возможность любой возможной молитвой». Сколько в этом силы? Я молюсь постоянно. Я принял решение, что моя жизнь будет наполнена молитвой. Прежде чем утром подняться с кровати, еще не оторвав головы от подушки, я начинаю молиться. Недолго, но я говорю, «Доброе утро, Господь, Ты Господин моей жизни, и я вверяю Тебе мой день». Я негромко молюсь, сидя на кухню, приготовить себе кофе. После этого я иду в комнату, читаю Библию, и при этом я говорю, «Боже, говори со мной сегодня». Закончив с этим и занимаясь своими делами, я прошу, «Господь, направляй меня сегодня». Ведь в Твоем Слове сказано, что Господом утверждаются стопы праведника. И когда я сажусь в машину, прежде чем тронуться, я возлагаю на ней руки и призываю покров крови Христа на машину на день. Я прошу об ангельской защите. И перед тем, как сесть в самолет, каждый раз я возлагаю на него руки, входя в салон, и провозглашаю обетование 90-го псалма. Молитва – для меня образ жизни. Предхозаветные евреи считали, что молитва содержится во всем – в мыслях, действиях, эмоциях. Превратите все, что вы делаете, в молитву. Вы можете сказать, что не знаете, как молиться непрестанно, но это не так. Вы можете молиться во всякое время. Молиться можно про себя, в полголоса, молиться в лифте, по дороге навстречу. Постоянно молитесь. Как написано к Ефесянам 6, 18. Позвольте еще раз прочитать из пояснительной интерпретации Рика Реннера. Молясь всегда, в любое время и всякий раз, когда у вас появляется такая возможность. Любой возможной молитвой. Любой возможной молитвой. Молитесь. Есть различные виды молитв. Например, в Новом Завете мы находим следующие примеры. Молитва посвящения. Молитвенная просьба. Молитва власти, которая иногда называется молитвой веры. Молитва благодарения. Молитва прошения. Ходатайственная молитва. Все это виды молитв. Если вы не знаете, что это за молитвы, предлагаю вам скачать бесплатно мою книгу, снаряженную для битвы, на нашем сайте. В ней есть целая глава, посвященная различным видам молитвы. В книге Деяний 2, 42 сказано, что первые верующие имели своего рода пристрастие к молитве. Они постоянно пребывали в ней. Друзья, молитва – необходимая составляющая нашей жизни. Для того, чтобы быть сильными, стабильными, зрелыми, мы должны молиться каждый день. Молитва – связующий элемент, который придает жизни вкус и позволяет слышать Бога. Всякий раз в молитве приходите к жертвеннику и смиряйтесь под крепкую руку Господа Иисуса Христа. И в обмен на это Бог будет отвечать вам. Молитва включает в себя все это. И в следующей программе мы поговорим о щедрости. Я вернусь через несколько минут, чтобы помолиться за вас. Чтобы испечь пирог, вам потребуются конкретные ингредиенты. И когда все необходимое замешано правильно, вы получите желаемый вкус. Но если упустить хоть один ингредиент, то все может закончиться печально. Также и в жизни для каждого из нас важны духовные составляющие. Для жизни в непоколебимой и твердой вере. В серии учений «10 принципов сильного верующего» Рик Реннер освещает 10 качеств, необходимых для каждого утвержденного верующего. Скачайте бесплатно цикл аудиопрограмм «10 принципов сильного верующего» на нашем сайте ignc.org. Это учение поможет вам усовершенствовать свою молитвенную жизнь, научиться ходить в святости и применять духовную власть, данную вам Богом. Также подпишитесь на ежедневные видео ободрения «Драгоценные истины из греческого языка». В них Рик Реннер раскрывает бесценные сокровища, которые хранит Божье Слово, и учит нас жить бескомпромиссной жизнью веры в личном общении с Богом. Полторы минуты из драгоценных истин на каждый день способны изменить вашу жизнь. Просматривая «Драгоценные истины», вы найдете глубокий анализ более тысячи греческих слов. Это вдохновит и утвердит вас на пути познания того, что Бог приготовил для вашей жизни. Подпишитесь на ежедневные видео ободрения «Драгоценные истины из греческого языка». Эти уникальные инструменты для исследования Писания расширят ваше понимание библейских истин. Изучая подлинные значения слов из Нового Завета, вы обретете настоящие сокровища, содержащиеся в Божьем Слове. Не пропустите эту возможность подписаться на ежедневные видео ободрения «Драгоценные истины из греческого языка» на сайте ignc.org. Здравствуйте, меня зовут Джо Лрэннер. Я хочу поблагодарить всех партнеров нашего служения. Ваша поддержка помогает восстанавливать жизнь людей, находящихся в зависимости. По всему миру мы наблюдаем эпидемию наркомании. Возможно, вы тоже знаете кого-то, находящихся в плену алкогольной или наркотической зависимости. Человеку очень нелегко выбраться из порочного круга зависимости. Благодаря щедрым пожертвованиям наших партнеров, мы поддерживаем работу нескольких христианских реабилитационных центров, где людям помогают восстанавливаться на работе. Предоставляется медицинская помощь, и оказываемая система поддержки позволяет реабилитантам не чувствовать себя одинокими и оторванными от общества. Благодаря вашим пожертвованиям, мы видим, как выздоравливают больные гепатитом С, восстанавливаются разрушенные семьи и отношения. А те, кто был в плену зависимости от наркотических веществ, получают свободу и возвращаются к нормальной жизни. Все это стало возможным только при поддержке наших драгоценных партнеров. Но все еще так много людей нуждаются в нашей помощи. Их семьи ждут, когда они получат свободу от пагубных привычек. А многие зависимые хотят исцелиться, но у них нет возможности пройти реабилитацию. Прямо сейчас вы можете помочь ребенку вновь обрести своего отца или матери, увидеть возвращение своего блудного сына. Ваши пожертвования совершают великие дела, ведь эти люди так нуждаются в вашей помощи. Свяжитесь с нами, зайдя на сайт iGency.org. С вашей поддержкой мы можем внести значимые перемены в жизни многих людей. Сегодня мы говорили о страстной любви к молитве. Это крайне необходимый компонент, который должен быть в нашей жизни. И помню, когда я был молодым христианином, меня пугала мысль о молитве, потому что я думал, что молитва должна быть громкой и долгой. Мне казалось, что нужно произносить исключительно длинные молитвы, но потом я понял смысл послания к Ефесянам 6.18, где сказано, что молиться нужно постоянно и каждый день, при любой возможности, в любое время, в любую минуту. Это откровение освободило меня. Я надеюсь, что оно освободит и вас. Конечно же, у меня есть время сосредоточенной молитвы, но на основании послания к Ефесянам 6.18 я сделал молитву частью своей жизни. Я молюсь, даже когда занимаюсь другими делами. Молитва постоянно звучит в моих мыслях. Я молюсь в полголоса. Я молюсь постоянно. В послании к Ефесянам 6.18 сказано, что и вы можете так делать. Это учение содержится в моем цикле аудиопрограмм «10 принципов сильного верующего», которые сопровождаются прекрасным учебным пособием. Я также предлагаю вам подписаться на мои ежедневные видеоободрения. Я зачитываю из своих книг полторы минуты из драгоценных истин на каждый день, способные изменить вашу жизнь. Обновите свое мышление. Взгляните на многие стихи по-новому. Подпишитесь на бесплатную рассылку. Позвольте помолиться за вас. «Отец, ты хочешь, чтобы мы стали сильными, стабильными и зрелыми верующими и всегда оставались такими. Ты не хочешь, чтобы мы потерпели духовное фиаско. Поэтому, Господь, мы должны обладать нужными качествами. Помоги нам узнать больше о тех компонентах, которые нам нужно добавить в свою жизнь, чтобы быть по-настоящему сильными. И, Отец, я молюсь за своих друзей, чтобы с этого момента молитва стала их образом жизни во имя Иисуса». И помните, «Экклесиаста 8.4», где слово «Царя», там «Власть». Это так. Пусть сила Божьего Слова действует в вашей жизни сегодня. Увидимся в следующей программе. Спасибо, что посмотрели эту телепрограмму. Чтобы получить дополнительную информацию о материалах служения или узнать, как стать партнером служения, пожалуйста, свяжитесь с нами по контактам, которые видите сейчас на экране, а также присоединяйтесь к пастору Рику в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова